МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Становится труднее обойти. В неосвещенных участках оставили открытыми и люки. Осень застала врасплох жителей этой улицы. Единственная обувь, которую они могут себе позволить, это галоши или резиновые сапоги. Подняться на бордюр – тоже целое испытание для пожилых и детей. Татьяна Буяк, как и многие жители улицы Лермонтова, ждали реконструкции дороги давно. Работы продолжались все лето, а с наступлением холодов прекратились. Все прелести незаконченного ремонта ощутили на себе местные жители. Здесь ремонтом нашей дороги много очень неудобств, очень много оставили мусора. Дорога не заровнена, тротуары не доделаны, колодцы не закрыты, оставили кучи мусора. Детей страшно в школу отпускать, потому что с тротуара спуститься и подняться вновь на него просто невозможно. Освещение сделали, освещения нет. Утром очень темно, детям очень трудно ходить в школу, ну и нам тоже. По словам Татьяны Буяк, самостоятельно школьников по такой дороге отпускают на свой страх и риск. Колодцы остались незакрытыми, некоторые из них прикрыли досками. Из-за отсутствия освещения ждать несчастных случаев можно в любую минуту. Тяжело приходится не только жителям частного сектора. А из-за Дайдрисова не может даже выгулить собаку. Вот каждый день гуляю, почти на руках ее лошу. Вот такая сляка, что без галоши не пройдешь здесь. Кроме неудобств для жителей улицы страдают и магазины. Размытая дорога и нескончаемая грязь окружила их со всех сторон. Люди боятся, что при осадках магазины начнет топить из-за высоких бордюров. Ни перед магазином, ни в ТРЦ подойти невозможно. Грязи по колено. Вы знаете, вчера упала, прям вся как свинья вымазалась в грузии. Приходишь домой, ну что, после восьми темно. У нас здесь нет ни прожекторов, ничего, освещения нет практически. Наш магазин идти не хотят даже пройти. Клиенты. Мы теперь сидим и страдаем, у нас пропадает продукция даже. Что делать? Наталья Гергард обращалась за помощью в Акимат. Обещали помочь, но так и никто не появился, рассказывает женщина. За помощью к руководителю отдела ЖКХ Кустанайского Акимата Алексею Тарасову обращалась и Ольга Руднева. Как говорит женщина, из-за отсутствия ливневок затапливает и ее двор. Мы нашли Тарасова и привезли его сюда, показывали ему проезд. Он пообещал засыпать. Вот прошло уже больше двух недель, около двух недель прошло. Я ему вчера опять звонила. Он говорит, да, я помню, сегодня засыплю. Вот в 11 часов вчера я ему звонила. Так ничего и нет. Со съемочной группой руководитель отдела ЖКХ Кустанайского Акимата Алексей Тарасов встретиться не смог. Но в телефонном разговоре отметил, что проект по пересечению улиц Лермонтова-Алтенцарина двухгодичный. И неудобств в любом случае стоило ждать. По словам Алексея Тарасова, все хвосты за собой они уберут. Что касается открытых люков, ЖКХ тут ни при чем. Воруют люки, конечно, мы все восстановим, ответил корреспондент и руководитель отдела ЖКХ. Алексей Басарнов, Екатерина Комиссарова, РТН. В Кустанайской области растет число трудоустроенных заключенных. Благодаря этому увеличилась и сумма выплат имя материального ущерба по уголовным делам. Подробнее о том, какие предприятия открываются на производственных площадях кустанайских колоний и какую продукцию выпускают новые предприятия, расскажут мои коллеги. На территории Кустанайской области пять исправительных учреждений. Между тем, сложившаяся в советские годы производственная база в них практически развалилась. Как следствие, заключенные нетрудоустроены, не могут оплачивать обязательства и много времени предоставлены сами себе. В регионе решили исправить эту ситуацию. Работа проводится совместно Акиматом области, прокуратурой, службой уголовно-исполнительной системы и региональным филиалом палаты предпринимателей. Мы получили заказы, учреждения на госзаказы на изготовление мебели для учреждения образования, заказы по производству монтажу лампы уличного освещения, по производству тротуарной плитки для улиц областного центра. Кроме этого, осужденные у нас шьют форменное обмундирование для сотрудников правоохранительных органов, занимаются металлообработкой. До два года, неполных два года, на территории учреждения открыто 17 новых производств частным бизнесом. В целом же, на сегодняшний день, какой результат работы? В результате, сумма возмещенного ущерба пострадавшим за этот год увеличилась с 20 до 65 миллионов тенге. Кроме того, прокуроры сегодня создают условия для адаптации заключенных в обществе после их выхода из мест лишения свободы. Из 1700 нуждающихся в помощи осужденных, охвачено 1200 или 68%. К примеру, в прошлые годы этот охват не превышал и 40%. В областном центре эту работу мы сейчас будем проводить на базе Центра правоохранительных услуг. Кроме того, мы сейчас планируем в ближайшее время организовать выездные приемы непосредственно уже в колонии для разрешения проблем, освобождающихся в ближайшее время. Для того, чтобы трудоустраивать заключенных и во время отбывания сроков и после освобождения, прокуратурой области работа продолжается. Предпринимателям предлагаются условия и преференции при открытии своего дела на производственных площадях исправительных учреждений. Для бизнеса упрощены процедуры входа и выхода на режимные объекты. Диара Ахмечина, Ярослава Богатырева, РТН. В музее товарищества Алтынсарина Хамастинского района появились новые экземпляры ретро-машин – трактор и москвич. Их в дармузея передали жители Федоровского района и Кустаная. По словам коллекционера Бориса Князева, в последние годы музей ретро-машин пополняется все чаще. Причем машины везут не только из Кустанайской области. Татьяна Галюжная расскажет подробнее. В музее села Алтынсарина Хамастинском районе несколько отличных экспозиций, среди которых самая броская – коллекция ретро-машин и мотоциклов, шикарный ЗИС, разных лет выпуска «Запорожцы», «Москвичи», «Победа». Рядом выстроились раритетные мотоциклы, а в соседнем зале – разновозрастные грузовики, выпущенные в разное время. Вот последнее приобретение. Но оно еще не доведено до ума. Видите? Мы его приобрели. «Москвич» и «Трактор». Трактор – это ХТЗ, Харьковский трактор завод, Т-20, видите? И «Москвич». Откуда они появились? Этот с Федоровского района, этот с Кустаная. Нет, уже люди знают, уже сами выходят, предлагают и так далее. Сейчас стало легче. Сейчас все знают. И когда есть нормальный человек, говорит, чем это пропадет, лучше пусть у вас будет. Предлагают. Ну, кто-то деньги берет. Вся здесь техника на ходу. Ее приводят в порядок местные технари. После пассивной обычно в ТО проводится большой праздник, частью которого является парад музейной техники. Не выгоняет на него только зимний вид транспорта на лыжах и байконурский автобус из-за громоздкости. И космонавтов на нем возили. Зайдите. Здесь сидел космонавт, а здесь лицо его сопровождающее. Три космонавта, три лица. Тут сидел водитель, тут сидел оператор, обеспечивающий жизнь этого автобуса. Потому что здесь микроклимат, кондиционер, здесь видео. Все здесь. Здесь холодильник, горячая холодная вода. Вот здесь можно попить чай, туалет. Этот музей, как признается Борис Князев, своеобразное признание в любви своему силу Алтенсарина. Хотя он по рождению не здешний. И жена его, Валентина, которая стала хранителем музея и по крупицам собирала экспонаты тоже. Но видно вправду для того, что по-настоящему дорого, такие условности ничего не значат. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюшная, РТН. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. До свидания.